Всем привет! Меня зовут Александр Кулик и это автомобильные новости на седьмом канале. Сегодня в выпуске. Гоночный грузовик КРАС, возвращение на конвейер Феррари 250, кроссовер от Форд для европейского рынка, за сколько миллионов продали раритетные авто из заброшенного гаража и бронированный Пежо 205 за 37,5 тысяч евро. В наше время уже никто и не скажет, кто первым выпустил бронированный автомобиль. Поговаривает, что это были именно немцы еще в начале 20 века. Точно мы знаем одно. Самый необычный бронированный легковой автомобиль создали для француза. На секундочку, самого богатого гражданина Франции. Что в этом авто такого необычного, расскажем в сюжете. Многие люди привыкли, что бронированными могут быть Mercedes S-класса, Геленваген, Toyota Land Cruiser, ну или Range Rover. Но существуют в мире броневики, которые ломают все сложившиеся стереотипы. Даже не ломают, а беспощадно крушат. К таким относится этот бронированный Peugeot 205 GTI. Да-да, в это непросто поверить, однако он действительно способен выдержать обстрелы и даже подрывы. Кем же является уникал, заказавший столь необычный броневик? Отвечаем. Миллиардер и глава холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Кстати, он же самый богатый гражданин Франции. В начале 90-х Бернар заказал себе бронированный хот-хэтч, для того, чтобы не привлекать внимание и в то же время чувствовать себя защищенно. Теперь же бронированный Peugeot с пробегом почти 15 тысяч километров выставлен на продажу. Цена немалая – 37 с половиной тысяч евро. На дорогах Украины и Одессы, в частности, уже были замечены новые автомобильные номерные знаки. Например, серии NN – это Одесса и область. Серии KA – это город Киев, или HA – Харьков и Харьковская область. Номера NN, как и еще ряд серий для остальных регионов, были утверждены еще в конце 2013 года. Однако приступить к их массовой выдаче должны были после того, как исчерпаются все комбинации серии ВН. Вряд ли они уже закончились. Скорее всего, владельцы дорогих автомобилей просто решили выделиться из толпы. Почему бы и нет? Имеют право, как говорится. Так же, как и жители Объединенных Арабских Эмиратов. Там даже целый аукцион по этому поводу устраивают. Правда, там совсем другие цены. Автомобильный номер W22 ушел с молотка в Дубае за 2 миллиона 620 тысяч дирхамов. Это 713 тысяч 400 долларов США. Организатор аукциона, гендиректор управления дорог и транспорта Дубая Абдулла Юсуф Аль-Али сказал, «Мы рады, что завершили еще один успешный аукцион и удовлетворены результатами. Мы с нетерпением ждем возможности предложить еще более интересные номера для следующего аукциона». Другой уникальный короткий номер T32 также был продан на торгах 10 марта за не менее внушительную сумму – 457 тысяч долларов США. Еще два автомобильных номера T88888 и R66666 приобрели за 193 и 182 тысячи долларов соответственно. В аукционе приняли участие более 500 человек. Всего было продано 80 номеров на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч долларов США. В ноябре на аналогичном аукционе в Абу-Даби 23-летний бизнесмен Ахмед Аль-Марзуки купил регистрационный автомобильный номер с изображением всего одной цифры – 2 за 10 миллионов дирхамов – это 3 миллиона долларов США. Однако рекорд по-прежнему принадлежит индийскому предпринимателю Бальвидеру Сахани, купившему в октябре 2016 номер D5 за 9 миллионов долларов США. Продолжает выпуск наша новая рубрика «Найдено в гараже». О моделях, годах выпуска, а главное – стоимости найденных авто вы узнаете в сюжете. Я только скажу, что иногда, прежде чем сносить гараж, полезно в него заглянуть. И эта история тому подтверждение. Новость о найденных в заброшенном американском гараже спорткарах всколыхнула Автомир пару месяцев назад. Напомним, тогда в гараже, предназначенном под снос, обнаружили настоящее сокровище. На протяжении 25 лет там стояли нетронутыми редчайшие ретро-авто общей стоимостью свыше 4 миллионов долларов. Коллекция включала купе Ferrari 275 GTB 1967 года в редком исполнении с алюминиевым кузовом и культовую Shelby Cobra 1966 года с 7-литровым V8. Кроме того, в гараже припадали пылью британские родстеры Triumph TR6 1976 года и Morgan 8 1978 года, а также редкий полноприводный седан BMW 325 ixe3. Интересно, что у всех машин был очень маленький пробег. Например, спорткар Ferrari 275 проехал всего 21 тысячу километров. Теперь история получила продолжение. Два самых дорогих авто уже продали с аукциона, причем суммарно они собрали 3,5 миллиона долларов. Машины пребывают в неплохом состоянии и не требуют серьезной реставрации. Однако владелец решил не вкладываться в их восстановление, а сразу выставил их на аукцион во Флориде. Этого следовало ожидать, ведь коллекционер доверял уход за авто одному-единственному механику. Когда тот погиб в аварии на мотогонках, владелец отказался от обслуживания машин и забросил их на 25 лет. Хотя Triumph TR6 1976 и Morgan 8 1978 он все же решил оставить. Родстер Shelby Cobra 1966 с 7-литровым V8 ушел с молотка за 1 миллион 45 тысяч долларов. Спорткар Ferrari 275 GTB оказался существенно дороже – 2 миллиона 530 тысяч долларов. Оно и не удивительно – всего выпущено только 80 таких авто с редким алюминиевым кузовом. Вполне возможно, что обе машины приобрел один человек, но аукционный дом не раскрывает имени покупателя. От Ferrari 275 GTB 1967 перейдем к Ferrari 250 GTO 1962 года. Вернее, к новости о том, что одна из легендарных машин итальянской марки была продана за 52 миллиона долларов. Подумав, руководители концерна решили вернуть в производство знаменитую модель. И я их понимаю. Подробности далее. Купе Ferrari 250 GTO 1962 года – самая легендарная модель итальянской марки и самый дорогой авто всех времен и народов. Один из Ferrari 250 продали за 52 миллиона долларов. Теперь знаменитую модель могут вернуть в производство. О намерении возродить спорткар Ferrari 250 GTO заявил руководитель концерна Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Ему понравилась идея Jaguar выпустить лимитированную серию суперкара XKSS 1957 года. Оказывается, на такие ретро-авто существует спрос среди миллионеров. Поэтому у Marchionne и родилась идея вернуть к жизни классическую модель. Напомним, всего собрали только 32 Ferrari 250 GTO двух серий. Большинство из них были оснащены трехлитровым трехсотсильным V12 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 280 км в час. Конечно, цена Ferrari 250 составит минимум несколько миллионов долларов. Но новодел точно будет в разы дешевле оригинала. Корпорация «Богдан» сделала очередной важный шаг для выхода на зарубежные рынки. С французским производителем электробусов «Блю Бас» было подписано соглашение о поставке кузовов украинского производства. Первые пять кузовов для 12-метровых электробусов запланировано отправить заказчику уже до конца мая 2018 года. И это только начало для дальнейшего сотрудничества. 12-метровый электробус «Блю Бас» выпускается с конца 2015 года. Он имеет пассажировместимость до 100 человек и автономный запас хода от 180 до 250 км. Напомним, что это первое соглашение, которое выводит продукцию «Богдан» на рынок Западной Европы. До этого корпорация уже сотрудничала со странами Восточной Европы, в частности Польшей и Чехией. Также стоит отметить, что «Богдан» — единственный среди украинских производителей, кто сертифицировал свои троллейбусы в ЕС. Остается порадоваться за отечественного производителя и добавить. Ребята, вы им, главное, тормозные колодки не поставляйте. Французы не выдержат вечно скрипящих тормозами автобусов на своих дорогах. Далее новость о том, как профессионалы завоевывают рынок Европы не только кузовами, а и целыми авто в сборе. Как стало известно, Ford Edge 2019, показанный на выставке в начале года и тогда предназначенный только для американского рынка, наконец получил версию и для старушки Европы. Рестайлинг европейской спецификации кроссовера включил в себя новую ячеистую радиаторную решетку, раскосые светодиодные фары и противотуманки, а также багажную дверь нового дизайна. Сердцем автомобиля стал бетурбированный 238-сильный дизельный двигатель 2.0 Eco Blue. При желании паркетник может быть оснащен 150 или 190-сильным движком, а также возможен в переднеприводном и полноприводном исполнении. Моторы мощностью 238 и 190 лошадиных сил будут работать с 8-скоростным автоматом, а 150-сильный двигатель – 6-скоростной автоматической коробкой передач. Бензиновые версии для Европы не создавали. Новый европейский Ford Edge 2019 также значительно поумнел. Он оснащен множеством интеллектуальных систем активной безопасности, экстренного торможения с умением отличать пешеходов от статичных объектов и иных машин, системой помощи при движении и адаптивным круиз-контролем. Автомобиль оборудован несколькими камерами и радаром, выполняющими контроль за соблюдением движения машины в пределах полосы. Салон посвежевшего авто теперь красуется стильной центральной консолью, рычагом АКП в виде шайбы и беспроводной зарядкой для смартфона. Цены на рестайлинговую модель пока не оглашали, но известно, что в Европу Ford Edge прибудет в нескольких ипостасях. Спортивной версии ST-Line с сотоподобной решеткой и черными как смоль 20 и 21-дюймовыми алюминиевыми дисками. А особо требовательным клиентам понравится люксовая модификация Wignail. Правда, как она выглядит, пока неизвестно. Предположительно, она может повторять роскошную американскую версию Ford Edge Titanium Elite. По данным производителя, продажа нового Ford Edge 2019 в европейской модификации стартует в конце 2018 года. Ну а на десерт сегодня новость, в которую действительно сложно поверить. Нет о том, что в мире существуют гонки, в которых соревнуются только огромные грузовики, знают многие. Но то, что в таких гонках когда-то участвовал специально созданный для этих целей грузовик Кременчугского автозавода, даже мы услышали впервые. Спешим поделиться с вами подробностями. Само словосочетание «гоночный крас» уже звучит как-то диковинно. Но на самом деле в начале 90-х годов он действительно существовал. Более того, грузовик производства Кременчугского автозавода выступал на Нюрбургринге. Речь идет о Крас 5460 с танковым двигателем, который принимал участие в чемпионате Европы по тракрейсингу. Уникальный гоночный Крас получил танковый двигатель 5ТДФ, который форсировали до 1000 лошадиных сил. Несмотря на 6-тонную массу, автомобиль мог набирать сотню за 12 секунд и разгоняться до 180 км в час. Что касается выступления на Нюрбургринге, за рулем Крас 5460 выступал чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам Александр Медведченко. Украинский гоночный грузовик смог продемонстрировать неплохие результаты, но в итоге его сняли с гонок. Последний раз зеленый крокодил светился в 1993 году на фото в ежегоднике от организаторов тракрейсинга. Уникальный Крас был перечеркнут жирным крестом и помечен надписью «No Black Smoke» – черный дым запрещен. После этого на проекте поставили такой же жирный крест. Однако в прошлом, в 2017 году, гоночный грузовик Кременчугского автозавода получил второй шанс. Его обнаружил создатель музея машины времени и организатор Дарса Михаил Прудников, который вместе с единомышленниками решил восстановить легендарный автомобиль. Теперь же отреставрированный зеленый крокодил станет почетным экспонатом музея машины времени в Днепре. На этом пока все. Спасибо, что смотрели и слушали. В следующий раз автоновости будут другими, но тоже интересными. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова